Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Murder Mystery 2. Для этого нам, как всегда, потребуется щит. Буду использовать свой личный щит под названием Star. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Первым делом, что нам нужно сделать, это, естественно, нажать на кнопочку Inject, нажимаем на её и ждём, пока мы с вами заинжектимся. Всё отлично, инжек прошёл. Вставляем скрипт в сам щит и нажимаем на кнопочку Exclude. Ждём, когда появится. Сейчас он загрузится. Всё, как видите, появился. Функций очень много, все показывать не буду, только самые основные. И, кстати, что я ещё заметил, когда вы включаете какие-либо функции и, допустим, перезаходите ещё раз в этот же режим и активируете скрипт, то включённые функции, которые у вас были включены, они остаются. В принципе, довольно круто, я думаю. То есть вам по сто раз одну и ту же функцию включать не нужно. Так, кстати, здесь раньше нычка была. Сейчас почему-то её нету. Походу убрали. Печально. Так, как я понимаю, сейчас меня убьют, скорее всего. Есть тут ноу-клип? Походу нету. Давайте поищем. По идее, должен быть. Также, как видите, сейчас убили шерифа и меня автоматически тпкнуло на оружие. Давайте я сейчас убью маньяка и покажу, какие функции у меня включены и что они означают. Всё, как видите, мы победили. Отлично. Также маньяка можно автоматически убивать с помощью функции. Она просто у меня включена не была. Так, значит, начнём по порядку. SP Murder и SP Sheriff. Получается, с помощью этих функций вы будете видеть, кто убийца и кто шериф. Также можно включить SP на всех. То есть на всех выживших, как видите. Они подсвечиваются зелёным цветом. Вот. Если, в принципе, это вам не надо, можете выключить. Вот. Мне удобнее, чтобы показывался только убийца и шериф. Шериф. Дальше. Чемс. Это, короче, такая фигнюшка. Вроде бы как, она выделяет скелет вашего скина, грубо говоря. Но давайте, видите, вот сейчас у убийцы показывается такой скелет. Он за стеной. Если вот смотреть за него через стену. Вот. Как видите, он сейчас пропал. Я выключил. Это, в принципе, функция позволяет более чётче видеть, где находятся убийцы или шериф. Так. Идём дальше. Также можно посмотреть, где находятся монетки. Как видите, они жёлтым подсвечиваются. Ну, конечно, плохо видно, но... В принципе, собирать можно, бегать искать. Вроде бы как ещё тут автофарм должен быть на монеты, если не ошибаюсь. Дальше. Эффект. У меня включен Gun SP. Это получается, когда убивают шерифа. С него падает, получается, оружие. И это оружие у вас будет подсвечиваться. Кстати, вроде бы как можно сделать, чтобы лучше было видно через стены. Вот, да. Здесь есть ползунок на Champs Opticality. Можно сделать, допустим, на 15. Так, убийца бежит. Убегаем быстрее. И, как видите, сейчас намного чётче стало. И также намного лучше монета видно. Всё отлично. Так. Идём дальше. Следующая функция. Убегаем. Есть Fly. Включаем. И, как видите, мы сразу начинаем с вами лететь. Надеюсь, меня шериф не убьёт. Всё отлично. Выключаем. Убегаем. Infinity Jump. Ну, это бесконечные прыжки. В принципе, они тоже работают. Давайте покажу. Так, мы победили. Отлично. Вот, как видите, тоже работает. No Clip. No Clip тоже работает. Отлично. И есть toggle Shift Run. Как я понимаю, с помощью этой функции можно быстрее бегать. Да, как видите, тоже работает. Отлично. Либо же можно без этой функции просто выставить Speed. Себе побольше. Скорость. И высоту прыжка, получается. God Mod. Это, получается, мод с помощью которого, грубо говоря, вас никто не сможет убить. Но не знаю, честно. Работает он или нет. Можете сами проверить. Инвиз. Ну, давайте проверим, как это работает. Так, я типа умер. Я себя не вижу сейчас. И двигаться, кстати, я не могу почему-то. Очень странно. Ну-ка, появлюсь я на карте или нет? Нет, на карте, к сожалению, появиться я не могу. Печально. Ладно, сделаем рессет. Короче, инвиз тогда лучше, я думаю, не использовать. Так, и... Почему я не появляюсь? Возможно, перезаходить надо будет. Так, ладно, короче, давайте я тогда сейчас перезайду. И мы с вами продолжим. Все, я перезашел. Продолжаем. Заново, значит, инжектим чит и активируем скрипт. Так, все отлично. Сейчас скрипт появится. Так, и идем дальше. Так, значит, где я был? Ага, вот здесь. Где плеер, получается, у нас вкладка. Так, что я еще здесь не показал? Здесь эти функции я нижний не проверял. В принципе, сами проверить, я думаю, сможете. А также у меня, получается, включена функция автограб ган. То есть, смотрите, когда убивают шерифа, с него падает оружие. Ну, я думаю, вы все знаете. Вот, и как только оно падает, меня сразу тпхать на это оружие. Я самым первым подбираю его. И оно указывается у меня. Также здесь пишется, выпало оружие или нет. Вот сейчас написано красным цветом, то, что нот дропит. То есть, не упало оружие. Когда оружие будет лежать, грубо говоря, на земле, у вас будет гореть зеленым цветом. И писать то, что оружие лежит на земле, и вы можете его подобрать. Так, все отлично. Катка закончилась. Дальше. Есть, получается, АИМ для шерифа и Шот Март. Не знаю, как это переводится, но, как я понимаю, Шот это, скорее всего, в голову сразу выстрел, чтобы убить, получается, уника. Дальше есть для убийцы. Kill All, Knife Ring, не знаю, как переводится, и Rapid Knife. Тоже не проверял. Вот, сейчас посмотрим, стану я убийцей или нет. Походу, зависла, если не ошибаюсь. Нет, не зависла. Ну, чуть-чуть подзависла, но, короче, ладно. К сожалению, я не убийца. Печально. Ладно, тогда сейчас у нас другая схема. Значит, нужно включить Fly. И попробовать залететь на крышу. Вот сюда. Включаем Noclip. Выключаем. Ага, и меня тп хнуло в здании. Почему-то сейчас подлагивать стало, не знаю, с чем это связано. Но раньше такого не было. Сейчас, надеюсь, отлагает. Короче, ладно, пока что будем стоять здесь. Убийца меня не замечает. Но лаги, конечно, очень жесткие. Походу, у меня FPS жестко падает. Так же есть какая-то Kill Play Aura почти в самом конце функция. Это, как я понял, у игрока какая-то будет аура, которая будет убивать. Честно, не знаю, как она работает. В принципе, я думаю, проверить сможете сами. Ну, в принципе, здесь в основном все показал. Так же, кстати, у шерифа, где написано AIM, там внизу, есть Sharp Shotter. Скорее всего, это функция, с помощью которой вы сразу автоматически его убьете. То есть, допустим, AIM и Shot Mart, они работают через кнопку один раз. То есть, когда вы нажмете, оно сработает. А вот та функция, она, получается, включается и работает автоматически. Не знаю, как она, конечно, работает. Но, скорее всего, тоже на убийство получается маньяка. Лаги почему-то у меня до сих пор не прошли. Скорее всего, опять перезайти нужно. Давайте, короче, еще раз, в последний раз перезайду и досмотрим быстренько оставшиеся функции. Все, опять перезашел. Надеюсь, в этот раз лагать ничего не будет. Заново инжектимся и активируем опять скрипт. Так, все, готово. Сейчас он появится, загрузится. Так, идем дальше. Телепорт. Можно тпхнуться в лобби. Как видите, работает. Так, это давайте закроем, чтобы не мешало. А, мап. Это нам можно тпхнуться, кстати, на карту. Это очень круто. Не знаю, убьет меня сейчас шериф или нет. Но, вроде как, не убил. Отлично. Но, как я понимаю, на карту я могу тпхнуться. Но, к сожалению, здесь я делать, скорее всего, ничего не смогу. Да. Просто, типа, тупо бегать может и все. Так же, получается, можно тпхнуться к шерифу. Можно тпхнуться к убийце. А, в oiting room это, получается, где нужно выбирать карты. Можно тпхнуться к отдельному игроку. Пишите ник и тпхайтесь к нему. И, вроде бы, тут все, в принципе. Идем дальше. Free эмоции. В принципе, я думаю, вы понимаете, что это. Это эмоции бесплатные, скорее всего, можете использовать. Которые здесь покупаются, там, за монеты или гемы. Автофарм. Давайте здесь посмотрим, что есть. Есть coin автофарм. Отлично. Значит, включаем из пины монетки. Так, все, готово. Пока что убегаем. Кстати, почему-то шерифа я не вижу. А, шериф это я. Короче, давайте я тогда вам сейчас покажу функцию. С помощью которой можно убить маньяка. Легко. Давайте нажимаем на кнопочку C. Английскую. Еще раз. Она, короче, как-то работает, но через раз. Но я помню, один раз у меня получилось убить. Ага, он меня убил, понятно. Короче, функция Shot Murder, которая работает на C, работает, но почему-то криво. До записи видео проверял, у меня получилось убить, но я не знаю, каким образом получилось. Скорее всего, лучше использовать Selen Taim. Потому что вы автоматически, по идее, должны нацеливаться. Либо же функцию Sharp Shotter. Вот насчет функции Sharp Shotter я ее не проверял, к сожалению. Автофарм монет показать, скорее всего, сейчас не смогу, потому что меня убили. Я не на карте нахожусь, но эта функция работает. XP фарм я тоже включал, но не понял, как она работает. В принципе, кто много играет, я думаю, поймете. Автореджоин это, скорее всего, функция, чтобы перезайти на другой сервер. В принципе, может ее не включать. Так, дальше. Какие тут еще интересные функции есть? Ну, тут вроде бы как все. А, кстати, когда будете включать функцию автофарм монет, сделайте спид на максималку, на 2,5 получается. Чтобы он намного быстрее у вас монеты собирал. Так, ну и, в принципе, на этом все. Давайте тпкнемся на карту. Получится монетки собрать? Не, к сожалению, не получается. Меня сейчас опять убьют. Но почему-то он промахнулся. Давайте попробуем убежать. В принципе, если он вас опять убьет, вы можете опять сюда тпкнуться. И чисто просто ради прикола побегать, можете потроллить убийцу. А, также, кстати, еще была функция одна. Сейчас я ее найду. Не помню, как она называется. И не помню, где она тут находится. Где-то она здесь была. Не помню. В какой именно панельке. Так. Что-то не вижу почему-то. Ну, короче, та функция позволяла, получается, грубо говоря, троллить убийцу. И убийца к вам автоматически твхался. То есть, он даже вас не смог бы убить. Он около вас находился бы и все. Но почему-то сейчас я не могу найти. А, вот, нашел. Вот, называется функция Crash Murder. Давайте, в принципе, сейчас локация появится. Я вам быстренько покажу, как она работает. В принципе, тоже довольно прикольная функция. Так, кто я? Ага, я мирный. Окей. Отлично. Значит, нажимаем Crash Murder. Пишет ошибка. Так, давайте подождем, когда пройдет время. Окей. Еще раз нажимаем. И почему-то сейчас работать не хочет. Ну, ладно. Тогда давайте включим автофарм монет. Не помню, где он тут находился. А вот, нашел. Включаем. Как видите, меня тпхает на монетке. Конечно, не тпхает, а просто перетаскивает. Но, если честно, такое себе. Как видите. Но самое главное то, что он собирает. Также он может вас через стены проводить. Он включает No Clip сам автоматически. И если монетка где-то за стеной находится, вы можете ее спокойно собрать. Но, конечно, мне кажется, быстрее собирать самому. Так, убийца бежит. Нужно быстрее включить Fly. И улететь от него. Нет, все, он убегает. Надеюсь, да, убежал. Отлично. Так, кстати, шерифа почему-то я не вижу. Очень странно. А, шерифа вот вижу. Его, как я понял, убили. А оружие... Оружие получается у кого-то другого. Получается, скрипт не успел его подобрать. Так, надеюсь, он там сейчас всех убьет. И попробуем завязать функцию Sharp Shotter. Посмотрим, как она действует. Если, конечно же, я успею подобрать оружие. Так, ну, пока что маньяк сюда не бежит. Отлично. А хотя нет. Уже передумал. Уже бежит сюда. Надо Fly включить сейчас быстренько и улететь от него. Так, он вроде бы не за мной бегает. Да. Все четко. И в итоге пока что оружие еще ни с кого не упало. К сожалению. Ну, ладно. Насчет функций маньяка. То есть, именно насчет функции Kill All. Честно, я не знаю, как она работает. Я не проверял, потому что маньяком меня еще ни разу не ставило. Но, как я понимаю, когда вы нажимаете на кнопку K на английскую, вас просто тпхает к какому-то одному определенному игроку. И вы его сможете убить. Ну, вроде бы так это работает, если не ошибаюсь. Потому что через автофункцию оно не работает. Оно работает именно только одноразово. Один раз, когда вы нажимаете, и вас тпхает, получается, к игроку. Так, ну, слушайте, пока что найти он меня не может. И шерифа он убить тоже не может. Как видите, кстати, монет очень много спавнится на карте. Так, он ко мне бежит или нет? Нет, вроде не ко мне. Или ко мне? Ко мне. Улетаем быстренько. Все отлично. И вот так, в принципе, быстро можете убирать от маньяка. И параллельно собирать монетки. Угу, победа. Все, понял. Шерифа убил. Ну, короче, ладно. Вот такой скрипт я для вас нашел. Довольно крутой. Можете пользоваться. Все функции, которые я не показал, я думаю, вы сами сможете проверить. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи. И пока.